Новый продукт, что вы пускаете на рынок, концептуально может решать две задачи. Первое. Удовлетворение потребностей клиентов, что до вас никто не удовлетворил. К примеру, таблетка от рака со 100% результатом. Горящая проблема. Любая цена 2 миллиона долларов за таблетку. Результат. Взрывной рост продаж. Клиенты сами вас ищут, а не вы клиентов. Второй тип. Улучшает опыт клиентов. Решает ту же проблему, что уже закрывается десятком существующих продуктов конкурентов, но делает это лучше, надежнее и комфортнее. Viagra. 4 часа, а наш 10 часов без побочек. Проблема таких продуктов, коих гениальных стартапов большинство, что люди уже удовлетворены. Они не ищут другое решение их задач. Они привыкли к текущему продукту, даже если в каких-то моментах он несовершенен. Компании как Adobe и Autodesk сталкиваются с проблемой, что чуть ли не половина пользователей отказываются обновляться и переходить на новую версию программы. Хотя обновления бесплатны и нужно всего лишь нажать одну кнопку. Они боятся, что в новой версии не откроются старые файлы и сохранения, или привычные функции не будут работать, или будут работать не так, как привык пользователей, даже если это упрощает работу. Еще хуже, если старая версия полностью удовлетворяла пользователя и он не видит смысла в обновлении. Основная задача Apple убедить владельца 13 айфона купить 14 айфон. Убедить, что в нем тысяча и одно отличие, даже если в нем их нет. Поэтому каждый раз, когда вы со своим брендом бобринное дупло хотите сделать товар конкурента Bosch, Makita или Adobe, что несомненно лучше удовлетворяет клиентов, чем все они вместе взятые. Помните, что даже бесплатно добрая часть людей не поменяет свою 15-летнюю болгарку, к которой уже приросла его рука просто потому что. И на обучение клиентов, на рассказ о преимуществах товаров и о безопасности перехода с примитивного инструмента на ваш новый нужно закладывать большие рекламные бюджеты. Никогда не ешьте орехи перед съемкой, два слова связать не могу.